Всем добрый день! Вы на канале еще с початку. С вами Катярина. Сегодня я приготовлю вельми такую простую смачную яду. Тёртые яблоки. Я родилась и выросла в той Украине, когда мы ели смачную такую яду. Когда молоко было смачное, и масло, и хлеб, и цукерки были с повидлом натуральным. И протёртые яблоки так само были вельми смачные в этих банках. И они так и назывались. Тёртые яблоки с цукром. Ну, а я сейчас... У меня тут яблоки. Это всё просто. Тут никакой ваги не надо. У вас, если есть больше яблок, и вы хотите больше сделать, то сделайте больше. У меня вот такая кастрюля. Это самая большая у меня, наверное, на 5 литров. И яблоки я только помыла. Я их очищу от кожуры, потому что кожура не надо уже. Это яблоки обработанные некой халерой, и скура это не надо на этих яблоках. Я их обчищу и порежу произвольно. Просто, як вам подобается, так вы и зарабите. Хочете режьте большими ковалками, хочете меньшими, як вам лепей. Ну, коли меньшими порежем, то быстрее оно сварится. И зараз я буду их чистить от скуры. Вот, я почистила все яблоки. Это я ещё выкину вон. Я глядела на некем канале, и там это... Жанчина, яка готовала эти яблоки, и говорила же, что... А, и казалось, что эту скурку и используете на варить компот. Не надо же его варить компот, потому что я ещё раз варю. Я уже опрацываю на некой химии. Если ваши яблоки из вашего сада, то я разумею, их можно посушить. Я там, коли я жила в Беларуси, то у меня яблоки были из моего сада. Там у меня были две дужих и таких больших яблоньки. И я на вот эти скурки сушила, и потом жимой варила компот. И ещё добавляла там малину сушованную, чернику сушованную. А это не. Выкидывайте вон и не жалейте. Вот я их так порезала. Ну, а сейчас мы вынимем из них эту серединку. Я его так вот ровну. О, раз. Всё. Серединку мы выкидываем. И нам это там ничего не надо. Это семенная коробка нам тоже не надо. И вот буду резать так вот просто, произвольно, те яблоки. Всё. Ну вот. Я порезала ещё яблоки. Сюда добавляю 200 мл воды из крана. Ставлю на газ. Ну, первое время надо их помешивать, чтобы они не мают в воду пригореть. И варить до полной готовности. Время от времени помешивать. И всё. Больше тут на данном этапе мы ничего робить не будем. Ну вот. Яблоки мои сварились. Я их перебила блендером. Тут единственное условие, что надо перебить, чтобы не было этих комочков. И горячее надо быть предельно внимательным. Я это всё делала в два приёма. Теперь я не буду добавлять сюда ни одного грамма сахара, потому что яблоки такие кисло-сладкие. Сейчас я эту историю ещё поставлю на огонь. И теперь, как мы её превратили уже в куре, пожалуйста, надо всё время перемешивать, чтобы оно не пригорело. И как только появятся такие бульки, мы раскладываем по банкам. Банки я стерилизовала в духовке. Крышки я стерилизовала в кастрюле. А сейчас я ставлю это пюре на огонь. И буду всё время помешивать, чтобы оно у нас не пригорело. И потом выключу на самый маленький огонёчек. И таким образом буду складывать по баночкам. Ну вот, что у меня получилось. У меня получилось тут три полулитровых баночки. И вот я ставила в миску, потому что сын сильно любит это пюрешечко. И вечером он его поесть. Если у вас яблоки кислые, то это просто, когда вы будете измельчать этим блендером, вы просто попробуйте немножко ложку отложить и попробуйте, что это кисло. Я ещё раз говорю, у меня яблоки кисло-сладкие, я не добавляла ни капли. И ещё такой момент. Старайтесь, чтобы яблоки вы сварили за первым этапом. Потому что, когда вы уже измельчите этим блендером, то оно будет прогорать и будет брызгаться. Но мне прилетела тут одна штучка на шею. Так что постарайтесь на первом этапе, всё-таки, когда они у вас ещё такие неразбитые блендером, варить яблоки до готовности. Сахар добавляйте на своё усмотрение. Я вам желаю мира, добра, благополучия. Берегите себя и своих близких. И до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok